Актуальные моменты нынешней вступительной кампании. Сегодня президент провел совещание по проблемным аспектам в системе образования. Вопрос с подсчетом результатов централизованных экзаменов разрешен, и сейчас нужно определиться, как далее осуществлять набор молодых людей в ВУЗы. В справедливое отношение главное требование подчеркнул Александр Лукашенко. Министерство образования и правительства должны подготовить четкий механизм отбора, который будет понятен каждому белорусу. Системного сбоя при проведении централизованного экзамена не было, отметил президент, но вот подсчет баллов там, как выразился белорусский лидер, нахмутали. Это первый опыт наш, но меня больше интересует, как будем жить дальше. Эту проблему мы разрешили. Я так понимаю, разрешили. Люди понимают, как мы там баллы эти считаем, сделали систему более понятным. Важно то, как мы будем дальше осуществлять набор ВУЗы нашей молодежи. Для человека самое главное – это здоровье и образование. Нет здоровья, нет образования, нет человека. Поэтому это основа моих переживаний по поводу здравоохранения и образования. И вопрос поступления в ВУЗы наших детей – это первостепенный вопрос будет к системе образования. Это будет самый главный вопрос. Что касается прошедшей ситуации, вы знаете, мной были даны поручения главе администрации досконально разобраться в оценке результатов этого тестирования. Проверка показала, технического сбоя там не было. Система подсчета баллов, которая применялась на централизованном тестировании с 2019 года, сработала правильно. И я не подвергаю сомнению то, как вы там считали. Мои претензии в том, что люди вас не понимают. Ни будущие студенты, абитуриенты, ни родители, ни другие люди вас не понимают. Что вы там нахомутали, что вы там попридумывали. Еще одна актуальная тема – целевой набор ВУЗы. Президент потребовал от Минобразования обратить пристальное внимание на целевиков. Люди должны понимать, что если идут к образованию таким путем, то должны вернуться в свой регион на отработку. Я хочу предупредить по целевикам. Люди должны понимать, что они получают образование и возвращаются на конкретное место работы. Туда, откуда их послали. Конечно, мы по-человечески будем подходить. Но целевики должны четко понимать, что им придется, согласно договоренности, отработать. Отработать определенное время. И это должно быть солидным. Не 2-3 года, как вы определили, а минимум 5 лет. Надо внимание серьезное уделить целевому набору. От этого мы никуда не уйдем. Потому что нам надо и учителя, и врачи, и агрономы, и зоотехники на конкретном месте, в конкретном регионе. И желающих людей поступать в ВУЗы и нести обязательства по целевому назначению, есть они. Их хватает. Поэтому надо поддерживать. В основном это достойные люди, которые идут и работают. В целом президент предельно категоричен, нужен результат и стабильно выстроенная и понятная для общества система вступительных экзаменов. Однако есть вопросы на школьном уровне. Например, учебники. Глава государства, они первый год обращают внимание на пособие поручения Александра Лукашенко навести порядок в этой сфере. В целом же президент отметил, сферу образования, так же, как и медицину, ожидает серьезная ревизия. И сегодня же Александр Лукашенко провел встречу с губернатором Приморья. Олег Кожемяка у нас частый гость. Всегда приезжает, какую бы область России не возглавлял. В очередной раз в Минске с представительной делегацией. Нынешний визит специально спланировали так, чтобы не пропустить выставку «Белагра». Есть большой интерес к сотрудничеству в АПК. Приморцы распробовали наши продукты. Существенно, раз в 10 выросли поставки товаров под маркой «Сделано в Беларуси». А если и возникают логистические трудности, то их вполне по силам разрешить. Благодарен не только за то, что вы приезжаете в Беларусь, но и очень в средствах массовой информации отслеживая. Вижу ваши заявления, поддержку Беларуси и белорусских товаров, продукции, которые мы производим. Вашу заинтересованность в Приморье, приобретении нашей продукции. Ну, шо и греха таить. Ваши высказывания в адрес хорошие, положительные отзывы. А наши экономики, они имеют хороший отзыв у ваших коллег на Дальнем Востоке. А с Дальним Востоком мы всегда готовы развивать сотрудничество. Конечно, расстояние накладывают определенные отпечатки, даже не расстояние, а загруженность сегодня железных дорог, которые сегодня имеются в том направлении Байкала-Амурской, других, в восточном направлении. Поскольку центр все-таки тяжести экономики России и Беларуси сместился сегодня на Восток. И вы как никогда востребованы, это хорошо. Но то, что железные дороги не справляются с этим потоком, Владимир Владимирович рассказывал это на последней нашей встрече в Москве, это факт. И тут нам надо работать вместе, чтобы расшить эти узкие места. Мы знаем хорошо, в чем нуждается ваш край. Хорошо, что вы побудете на выставке, я так понимаю, Белагра. Вы посетите Гомель, увидите лучшее предприятие. Слово, мы к вашим услугам. Если что-то надо, мы, как всегда, к этому подключимся и будем в этом направлении работать. Вы говорите, что надо, вы нам не чужой человек. Специфические вопросы, если есть кето, и в плане военно-промышленного комплекса абсолютно нет никаких закрытых тем. Мы никого не боимся, все, что у нас есть, к вашим услугам. Всегда помогали, отзывались на ваши просьбы и запросы. Так будет и в дальнейшем. Спасибо, Александр Григорьевич. Мы традиционно прибываем всегда с большой делегацией на Белагра. И в этот раз тоже мы прибыли довольно представительной делегацией бизнеса и представителей различных министерств, где ребята работают по машиностроительному направлению, по сельскому хозяйству, по деревообработке. Ну и уже заключаются соглашения, заключаются контракты. Мы видим, что это сотрудничество дает взаимовыгодные плоды. Так, начиная с 2019 года, с момента работы непосредственно в Приморском крае, у нас товароборот увеличился в 6 раз. Сейчас уже достигает 7,6 миллиардов рублей. Президентам поставлена амбициозная задача в 2-3 раза увеличить экспорт белорусской продукции на Дальний Восток. Что вполне реально, учитывая, как растет интерес в том же Приморье к нашим промышленным товарам. В регион идет наша техника. Кроме белазов, это сельскохозяйственные и коммунальные машины. Планируют закупку автобусов. Активно работают по созданию во Владивостоке сервисного центра, где на одной площадке будут представлены десятки образцов белорусских машин. Сейчас у нас впереди задачи стоят по представлению белорусской техники на наших площадках. И первые 45 единиц уже находятся там. То есть это и МТЗ, и Бобруйск. Наши сельхозпроизводители заинтересованы в кабаянах Полесье, которые отвечают лучшим мировым стандартам и, безусловно, сослужат хорошую службу. Тем более мы договоримся о том, чтобы где-то на гусеничном ходу их уже доукомплектовать у нас в Приморье. Это создание совместных, в том числе, производств по переработке молочной продукции. Мы это рассматриваем и в том числе и с нашими китайскими партнерами. В Республике Белоруссии, в Китайской Народной Республике хорошее отношение. И Приморье – это как раз тот мост, через который происходят все эти связи. Сотрудничество активно развивается по всем направлениям. Обсуждается участие Белоруссии в расширении инфраструктурных возможностей. А наши юные атлеты участвуют в международных играх «Дети Азии» и планируют выступить на играх «Дети Приморья». Сельское хозяйство в Белоруссии ежедневно зарабатывает десятки миллионов долларов, поставляя на экспорт продовольствие. Об этом заявил вице-премьер Леонид Заяц. Сна – церемония открытия выставки Белагра. Международный форум принимает в этом году площадка индустриального парка «Великий камень». Это аппарат агротехники и демонстрация передовых технологий в сельском хозяйстве. За три десятилетия Белагра стала визитной карточкой Беларуси. О его значимости говорит тот факт, что мы прочно удерживаем лидирующие позиции по производству сельскохозяйственной продукции среди стран Европы. Рекордным был, естественно, 2022 год. 124% рост на 1,6 миллиарда долларов мы произошли в 2021 год за 2022 год. 8 миллиардов 319 миллионов долларов США. Сегодня по итогам работы за 4 месяца мы уже имеем 2 миллиарда 500 тысяч долларов. Это на 11,2% выше уровня 2022 года. Это говорит о том, что нашу продукцию почитают. В нынешнем году участие в выставке принимают 450 компаний с 10 стран отдельными экспозициями представлены 14 регионов России. Значительное усиление воздушных границ Беларуси и защита рубежей союзного государства. Министр обороны посетил воинское подразделение, где на вооружение был поставлен новейший зенитный ракетный комплекс С-400. Виктор Хренин оценил процесс подготовки военных к заступлению на боевое дежурство, в том числе способность личного состава к выполнению задач, а также готовность вооружения и военной техники. К сожалению, мы видим, что тенденции развития военно-политической обстановки идут в негативном ключе. И агрессивная риторика военно-политического руководства Запада, реализация планов Польши, стран Балтии по усилению военного потенциала, в том числе наступательного компонента, не исключение и авиационный компонент, говорит о том, что для нас в этих условиях остановки жизненно важно принимать решения по усилению оборонного потенциала нашего государства. Одним из таких решений является принятие на вооружение и постановка на боевое дежурство комплекса С-400, ну и других самых современных видов вооружения, военной и специальной техники. Также хочу особо отметить и подчеркнуть, все, что мы делаем, мы делаем это для того, чтобы только обеспечить защиту нашей Родины и не допустить развязывания вооруженного конфликта против нашей страны. Напомним, поставка очередного комплекта зенитного ракетного комплекса С-400 вооруженные силы Беларуси была завершена в конце мая. На российских полигонах наши зенитчики прошли полный курс подготовки. Таким образом, в Беларуси продолжается наращивание боевого потенциала региональной группировки войск, в том числе оснащение вооруженных сил новыми современными образцами вооружения. Арина Соболенко впервые в карьере пробилась в полуфинал грунтового турнира серии «Большого шлема» «Ролангарос». В матче пятого округа белоруска уверенно справилась с украинкой Элиной Светолиной, в двух партиях победив с одинаковым счетом 6-4. Правда, во второй партии Соболенко пришлось проявить характер. Соперница с брейком вела 2-0, но Арина сделала обратное. В итоге, на текущем мейджоре она по-прежнему не проиграла ни одного сета.